Полина Бонапарт. Средняя из трех и самая любимая сестра французского императора Наполеона I. Мария Полет Бонапарт родилась 20 октября 1780 года на острове Корсико, в Аячу. Из всех сестер была самой красивой. По словам графини Потоцкой, самые тонкие и правильные черты лица соединялись в ней с удивительными формами. Благодаря ее прелестной внешности никто не обращал внимания на ее ум, и ее любовные приключения служили темой для бесконечных разговоров. С самого юного возраста любовные похождения Полины вызывали толки и доставляли массу хлопот царственному брату, который наконец выдал ее замуж за генерала Леклерка, отправленного в 1802 году на подавление Гаитянской революции. Во время своего пребывания в Вест-Индии Полина не чуралась интрижек с подчиненными своего супруга, после смерти которого вернулась в Европу, где была выдана замуж за принца Камила Боргеза. По случаю этого брака Наполеон выкупил для Лувра лучшие картины из художественного собрания Боргеза и назначил зятя наместником Пьемонта. Несмотря на благоприятное начало, брак Полины с отпрыском одного из знатнейших семейств Италии через пару лет начал тричать по швам. Большую часть времени супруги проводили порознь. Европа полнилась слухами об экстравагантных выходках французской принцессы, о том, что она выседает на спинах фрейлингах на стульях, а на купание ее приносят толпы прислужников-негров. В 1806 году Наполеон даровал ей Гвасталу с титулом принцессы и герцогине Гвастальской, которую она позже продала за 6 миллионов франков герцогу Пармскому. Брак Наполеона с Марией и Луизой стал причиной длительной размолки между братом и сестрой, но после его свержения в 1814 году никто из родственников не был для изгнанника таким подспорьем, как Полина. Распродав свое имущество, она переехала на Эльбу, где находился в ссылке ее брат. После провала 100 дней Полина воспользовалась приглашением Папы Пия VII и поселилась в Риме. Ее загородный особняк, Билла Паулина, был обустроен в модном тогда египетском стиле. Там же помещалась знаменитая статуя Кановы, на которой Полина представлена в облике полуобнаженной Венеры. За несколько месяцев до смерти Полины произошло ее воссоединение с супругом Камиллой. Полина скончалась 9 июня 1825 года в возрасте 44 лет от рака и была похоронена в капелле Боргезе в римской церкви Санта-Мария-Маджоре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...